Охрана труда – это то, с чего начинается жизнедеятельность любого предприятия. Изучение и выявление возможных причин производственных несчастных случаев и разработка мероприятий, направленных на их устранение. Вот пункты, которые можно назвать своеобразной азбукой труда каждой организации. В осуществление этих задач на помощь руководителям приходят обучающие семинары и информационные программы. Кстати, выставка наглядных и справочных пособий по охране труда, а также презентация рабочего обмундирования – первое, с чем знакомились представители брестских предприятий, а также мэр города Сергей Лободинский в рамках Дня охраны труда. Сегодня здесь представлена не самая широкая линейка спецодежды, но надо сказать, что все начинается, наверное, с нее. Или просто с трудовой дисциплины, потому что это основной атрибут спецодежды сегодня. Не только узнаваемость и бренд, наверное, предприятия, но в первую очередь это связано с теми производствами, где требуется эта спецодежда. Это агрессивные среды, где работаем, это технологическое, так скажем, требование по необходимости спецодежды. Кое-где эта спецодежда ежедневно меняется, потому что есть у нас производство пищевых продуктов, где требуется вообще санитарная защита и обработка этой спецодежды в ежедневном формате. Поэтому, конечно, это лишь только мелочи, которые мы сегодня обратили внимание. Это и обувь. Сегодня у нас много несчастных случаев на производстве с падением высоты собственного веса. Это в первую очередь что говорит? О том, что производство гладкие полы, скользко, и требования обуви, которые сегодня должны быть у рабочего, они не соответствуют безопасности. Поэтому это тоже как атрибут. Городской день охраны труда прошел на одном из предприятий-флагманов города Бреста – Брест-газоаппарате. Участниками открытого диалога стали порядка 300 представителей ведомств и структур, отвечающих за обеспечение надлежащих условий труда на фабриках и заводах, на предприятиях и организациях. Площадка для семинара была выбрана не случайно. Неспроста мы сегодня проводим здесь семинар, потому что Брест-газоаппарат уже на протяжении нескольких лет является лучшим предприятием по охране труда, поэтому на его базе мы это и организовываем. И Брест-газоаппарат также, надо отметить, является в последние годы одним из номинантов по области. Он тоже вошел в последние три года, являлся лучшим предприятием, которое уделяет особое внимание в охране труда, и в первую очередь, конечно, безопасности. И связано это с тем, что очень много производств, которые требуют кропотливой каждодневной работы. Другого тут просто быть не может. Традиционными местами, где происходят те или иные случаи, которые приводят к печальным последствиям, остаются сферы промышленности, строительства и транспорта. За январь-сентябрь 2023 года в организациях области в результате несчастных случаев на производстве травмировано 168 человек. За аналогичный период прошлого года – 180. То есть видно снижение на 12 случаев. Из них погибло в этом году за 9 месяцев 10 человек, в прошлом году – 20. То есть снижение в два раза по смертельному травмированию. Тяжело травмированных в этом году за 9 месяцев 58, в прошлом – 55. Непосредственно в организациях города Бреста зарегистрировано увеличение общего уровня производственного травматизма – 40 до 42, то есть на два случая. Выросло количество тяжело травмированных работников – 7 до 15. Вместе с тем существенно снизился производственный травматизм со смертельным исходом – 7 до 2 несчастных случаев. Хотелось бы отметить, что случаи смертельного травмирования в одном городе Бресте в основном произошли в результате дорожно-транспортных происшествий. Так, из двух случаев в этом году один произошел в результате дорожно-транспортного. В прошлом году из семи случаев смертельного травмирования шесть произошли в результате дорожно-транспортных происшествий. Лишь при неукоснительном соблюдении дисциплины, правил и норм по охране труда, а также мер безопасности на территории организации, можно избежать подобные производственные травмы. Достичь успеха в постоянной кропотливой работе во имя сохранения жизни и здоровья работников на каждом рабочем месте можно лишь объединив общие усилия.